МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте на несколько минут представим, что мы перенеслись из века 21-го в Самару начала 20-го. Год, это к 1909-й или 10-й. Оглянемся вокруг и увидим самарцев, которые покупают газеты у уличных разносчиков. Можно не сомневаться, что в руках многих из них мы увидим популярнейшую в те годы газету «Волжский день», которая издавалась партией кадетов. Все вещи разрушает время. И мрачной скукой нас томит. Оно, как тягостное бремя. У смертных на плечах лежит. Редактором и издателем этой газеты был известный в Самаре журналист и общественный деятель Сергей Александрович Елачич, который жил на дворянской 130. Здесь же издавалась и его газета, о которой мы уже сказали. Сергей Елачич был одним из пятерых сыновей дворянина сербского происхождения, статского советника Елачича, который владел землями в Гугульминском уезде. А вот его мать Софья Кирилловна приходилась родной сестрой матери будущего композитора Игоря Стравинского, в силу чего оба семейства дружили и часто бывали друг у друга в гостях. Но героем нашего сегодняшнего рассказа будет не журналист Елачич, а его родной брат Евгений, который, кстати, тоже жил в Самаре в тех же самых 1909-1910 годах. Здесь стал титулярным советником и отсюда уехал в Петербург, где редактировал критико-библиографический журнал «Что и как читать детям». Можно не сомневаться, что в этом вопросе Евгений Елачич разбирался. И разбирался прекрасно. Иначе пользовался ли бы такой популярностью его журнал у современников, доверявших мнению вчерашнего самарского титулярного советника и читавших своим детям те книги, которые он рекомендовал. Но мало кто из современников догадывался о том, что этот титулярный советник и сам прекрасно владел пером, которым писал захватывающие произведения. Одно из них было опубликовано в 1918 году в Уфе, правда, под псевдонимом. И называлось это произведение «Часы Адама» Бен Адама. Прошло уже около недели с того дня, как непонятным образом исчез из своего рабочего кабинета молодой, но пользовавшийся широкой известностью в ученом мире гибраист Аполлон Маркович Гардич. В день своего исчезновения его видел утром один заходивший приятель. А когда вечером в назначенное Аполлоном Марковичем время на его квартиру стали собираться гости, то кухарка объявила им, что Гардич заперся в кабинете и не отвечает на вопросы. А беспокойные гости решили, наконец, взломать замок. Но в кабинете никого не оказалось. Позвали кухарку, допросили ее, но она клялась и божилась, что Аполлон Маркович в три часа дня вошел в кабинет и никуда не выходил оттуда. Николай Маркович, брат гибраиста, на правах ближайшего родственника дал знать куда следовало о странном происшествии. Были предприняты розыски, ни к чему не приведшие. И вот прошло уже около недели, а о несчастном Гардиче не было ни слуху, ни духу. Если смотреть на то, что происходит вообще в русской литературе в это время, и какие произведения пишут более известные писатели, то мы понимаем, что тема-то оказывается не какой-то странной, а почему-то систематически возникающая. Прошло около недели, как из своего кабинета совершенно непонятным образом исчез известный в городе гибраист Аполлон Маркович Гардич. И вот его брат Николай Маркович сидел за столом, исчезнувшего в его кабинете, и рассматривал бумаги на нем. И вдруг его внимание привлек небольшой футляр, напоминавший чем-то коробочку от старинных часов. Заинтересованный он открыл эту коробочку, из которой выпал сложный вчетверо лист бумаги и небольшой ключ с пятизубчатой бородкой, а также кусочек замши. Внутри коробочка еще больше напоминала футляр для старинных часов луковицы, но только очень большого, с кулак размера. Повертев еще коробочку в руках, Николай Маркович отложил ее в сторону и взялся, а было за сложный вчетверо лист бумаги. Развернул его и увидел очень характерный, мелкий, но четкий почерк брата Аполлона. Почувствовав себя не на своем месте, Николай Маркович не хотел было читать чужого послания, но одна фраза в письме брата заинтересовала его. Тогда он надел пенсне и принялся за чтение. По мере того, как глаза его скользили по строчкам письма, лицо читавшего становилось все более и более тревожным. А когда Николай Маркович дочитал лист до точки, он опустил голову на руки и беззвучно заплакал. Вот что было написано на листе, выпавшем из футляра старинных часов. Дорогие мои, не пытайтесь разыскать меня, так как меня больше нет между вами. Ну и не служите по мне панихид, потому что в этот самый момент я чувствую себя живым, здоровым и полным сил. Вам кажется это странным, не правда ли? Но я, Аполлон Маркович Гардич, уверяю вас в том, что все это так и есть. Сейчас у меня слишком мало времени для того, чтобы подробно рассказывать вам обо всем, что со мной произошло. Поэтому я ограничиваюсь этим кратким письмом, целью которого было утешить вас относительно моего исчезновения. Не любитель длинных предисловий, я опишу только факты, которые имели место в день моего исчезновения из этого кабинета. на другой день после чтения моего реферата я сидел в своем кабинете и готовился ко второй части доклада. Вдруг в дверь позвонили. Кухарка была в лавке, поэтому я сам открыл дверь. На пороге стоял старый обтрепанного вида еврей с какими-то погашшими глазами. Вы господин Гардич, сказал он. Я, ответил я, что вам угодно, тогда разрешите вас на пару слов. Я провел старика евреев кабинет, недоумевая, что ему от меня нужно, и был очень удивлен, когда узнал цель его визита. Старик достал из кармана и положил на мой стол футляр от старинных часов. Извольте видеть, прошамкал еврей, вот эта вещица, которую я вам принес и которую оставлю, что бы вы ни говорили, обладает свойством таинственным, люди простые сказали бы чудесным свойством переносить человека в любую точку времени и в любую точку земного шара, который он сам отметит вот на этих двух циферблатах. Как это происходит? Очень просто. На левом циферблате вы помещаете стрелку на требуемую широту и долготу, а на другом циферблате отмечаете стрелкой необходимые тысячелетия, век, год и даже день, который сами выберете. После этого вы прикладываете весь прибор к груди в том месте, где ребра образуют впадину и поворачиваете вот этот пятибородый ключ. Благодаря заключенным в этих часах таинственным механизмам ваше тело распадается на эфирные частицы и вы оказываетесь там, где нет ни времени, ни пространства. Проводив старика, я сделал все точно так, как он мне рассказал. И в то же мгновение оказался не в начале двадцатого столетия в своем собственном кабинете, а в Палестине в первом веке нашей эры. Провыв там недолго, я вновь трижды повернул пятиборотый ключ и оказался здесь в своем доме, как будто бы никогда его и не покидал. Вот что было написано на выпавшем из футляра листе. Вместе с рукописью на столе лежал странной формы пятиборотый часовой ключ. Ну, там совершенно не говорится о том, каким же образом произошло так, что ключ выпал из этих пресловутых часов, которые перемещали нашего героя во времени. Но, вот так вот, я не знаю, может быть, с символической точки зрения, но это попытка такого, может быть, интеллигентского эскапизма, не знаю, как это назвать. То есть, человек, который пытается потеряться где-то в истории, в каких-то более понятных и не ранящих, нетравмируемых его событиях, думаю, что, возможно, это такое ощущение личностное, вот, воплощенное в таком финале, может быть, было свойственно и Лачичу, и не только ему, а огромному количеству интеллигентов, которые бы хотели не оказаться свидетелями всего, что происходило. А мы возвращаемся в начало 20 века. Известно, что в октябре 1917 года Сергей Елачич жил вне Самары, работая в Земском Союзе. В начале 1918 года он обвинялся в оскорблении комиссара военно-революционного комитета, а позже жил в Сибири, работая начальником отдела печати Министерства иностранных дел адмирала Колчака. Что же касается автора рассказа о волшебных часах, известно, что после революции он стал участником белого движения и эмигрировал через Одессу в Сербию. Живя в Сербии, преподавал природоведение, химию и немецкий язык, а еще вел шахматный кружок в гимназии, ученики которой называли его забородку Калином халдеем. Его книги для детей издавались в СССР даже после его эмиграции. Вот только вместо правильного Елачич на обложках ошибочно писали Ела Агич. А погибли Евгений Елачич и его жена только в 1944 году. Надолго пережив тех своих современников, которые не сумели вырваться из России после революции и так навсегда и остались в конце второго десятилетия 20 века. Нам права согласиться должно часам таким же злом платить и делать все, что только можно, чтоб их скорее погубить. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин